Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Пономарёв Владимир. Я специалист в области бизнес-моделирования и архитектуры решений. Сегодня я расскажу о том, как упростить взаимодействие с программистами в вашей компании, используя BPMN 2.0. Это видео я рекомендую в первую очередь начинающим системным аналитикам, бизнес-аналитикам и руководителям среднего звена. Ну а вначале давайте определим основную роль аналитика или, если даже хотите, миссию. Аналитик занимает среднее положение между программистами и бизнесом, а поэтому должен овладеть некоторым промежуточным языком, понятным и для бизнеса, и для программиста. Почему это важно? Порой в нашей профессии сформулировать требования к продукту бывает сложнее, чем его реализовать. Особенно если мы говорим об описании задачи или бизнес-процесса для программистов. BPMN 2.0 это как раз тот язык формального описания бизнес-процессов, который позволит вам упростить взаимодействие с программистами в вашей компании. Ведем определение BPMN 2.0. Это стандарт графического представления задач в рамках процесса, взаимодействия между участниками процесса и всей необходимой информации по процессу для анализа, симуляции и автоматического исполнения бизнес-процесса. Рассмотрим на примере реального бизнес-процесса регистрация пользователя на сайте. Что же в первую очередь дает визуальная модель бизнес-процесса, выполненная в стандарте BPMN 2.0? В первую очередь мы отмечаем, какие задачи будут выполнены в рамках нашего бизнес-процесса. В BPMN 2.0 они выполняются в виде прямоугольника. Такие задачи могут быть выполнены в автоматическом режиме. Описываем, кто и в какой последовательности выполняет данные задачи. Выделяем те события, которые возникают в рамках бизнес-процесса. Например, пользователь получает письмо для подтверждения регистрации. Можем отметить режим ожидания. Используя шлюзы, определяем направление, в котором протекает наш бизнес-процесс. Дополнительно, мы можем подробно описать те объекты, которые используются в рамках той или иной задачи. Разработка программного обеспечения выполняется в рамках требований и целей бизнеса, а не фантазий вашего программиста. Следовательно, мы сокращаем время разработки программного обеспечения. Что получает программист в результате такого подхода? Первое – это контекст задачи. Для любого грамотного программиста важно понимать основную цель, в рамках которой он работает и реализует свои скрипты и приложения. Второе, что крайне важно, устанавливается определенный набор задач, скриптов, приложений и сервисов для реализации бизнес-процесса. Модель содержит описание бизнес-объектов, на основе которых программист может реализовать программные классы. События, ветвления и условия запуска – это все также полезные и понятные для программиста термины. Последнее, о чем важно сказать – это участники бизнес-процесса. На основе данной информации программист может определить ролевую модель для реализации бизнес-процесса. В результате разработка программного обеспечения ведется строго по требованиям бизнеса, которые, в свою очередь, описаны в терминах, понятных для программиста. Процедура, задача, подзадача, скрипт, веб-сервис, объект, цикл, ветвление, события. На наших занятиях я подробно рассмотрю, как использовать все основные символы BPMN на примере реальных бизнес-процессов. Визуальную модель бизнес-процесса «Регистрация пользователя на сайте» для данного занятия я сделал в безадже модели. Его я рекомендую и вам. Уважаемые коллеги, начинающие аналитики, я надеюсь, данное занятие было для вас полезным, и вы будете использовать BPMN в своей практике. Спасибо вам. Было интересно – будет интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...